Я не удержалась и подошла поближе, чтобы снять этот прекрасный и сад, и одновременно он же огород. Просто было бы неправильно пройти мимо. Это, кстати, кажется, горох высокий. Чего и кого здесь только нет. Вот эти красные вообще цветы просто восхитили меня. У меня такое красивое, яркое с утра зрелище. Хороший заряд бодрости. Там у них и лук-порей, кажется, растет. Там, кажется, и малина в углу или что-то. Это подсолнухи еще. Вот это или кабачки с оранжевыми цветочками. Это внизу. Так, это внизу. Или картошка. Нет, это не картошка, вру. Или, как он называется, рубаб. Рубаб. По-русски я забыла. А, вот она, малина. Какая прелесть. Ой, такая крупная малиночка. Все еще она спеет. Поспевает. Мои любимые цветы детства. Их запах. Запах их лепесточков. Волгатонские в Ростове. Их было полно на каждом шагу. Не знаю, как сейчас. Так. Пройдемся еще раз. По этому райскому уголку. Радует то, что все растет так. Довольно-таки благополучно. Учитывая то, что нет жары, а иногда выдаются хорошие теплые дни. Вчера вообще было душно. Вот яблочки какие красные. Они все. Какая прелесть. Я никогда не видела столько яблони. Столько яблоневых деревьев в UK за годы, что я здесь. Сколько я увидела за несколько дней пребывания вот в этом городке Пиблс. Одном из знаменитых. Вот еще тоже яблочки. Одном из знаменитых маленьких городов на границе Шотландии с Англией. Почти в каждом саду яблоневые деревья. И в Эдинбурге в самом в этот раз мы увидели очень много яблоневых деревьев. И не просто деревьев, а деревьях с плодами.